Здравствуйте! Спасибо всем, кто начал вести домашний семейный бюджет. В одной семье это началось так, жена говорит мужу, нам нужно срочно сократить наш семейный бюджет. Значит, ты со своей стороны прекращаешь выпивать через обед, а я со своей стороны обязуюсь отучить тебя от курения. Не все идет всегда гладко, но мы это делаем для того, чтобы у нас был выбор. Чтобы Бог мог через вот эти инструменты показать и сделать свое благословение в нашей жизни. Итак, мы начали писать семейный бюджет, который состоит обычно из двух больших глав доходы и расходы. То, что касается доходов. Обычно это зарплата у большинства из нас. И в зарплате вот что важно. Важно знать, что та работа, на которой вы работаете, она действительно от Бога. Давайте вспомним золотое правило. Евангелие от Матфея 6 глава 33 стих. И я хочу, чтобы вы, сказав его по отношению к себе, напомнили себе, что я стремлюсь прежде всего к царству Бога и к исполнению того, что Он велит. А еду, питье, жилье, одежду, деньги и все остальное Бог даст мне в придачу, поэтому я не забочусь о завтрашнем дне. Если у вас будет такой подход, как в Матфея 6.33, тогда в повседневной жизни очень трудно помнить, что деньги тоже приходят от Бога. Начальник, тот, который платит зарплату, он тоже Божий канал, через которого Бог дает деньги. Не надо на него злиться, не надо объявлять забастовку, можно просить о повышении зарплаты, но возмущаться, негодовать и быть недовольным. Вот это симптомы того, что человек не верит, что он находится на том месте, где Бог его хочет видеть. Попробуйте сменить работу, попробуйте найти ту работу, на которую вас поставит Бог. В то время, когда вы ищете новую работу, обязательно ходите с Богом, получите его откровение и будьте уверены, что именно вот эта работа, на которой вы сейчас находите, она от Бога. Что вы ищете Божью волю, и это то, что Он вам велит делать. Кормить людей, и вы работаете в ресторане, и помогать другим людям, как-то тем способом, который Бог вам предназначил. Это по поводу довольства, доходов. И другая крайность в расходах. В расходах у нас есть другая эмоция. Там у нас было недовольство и беспокойство. Здесь у нас есть другая эмоция, с которой мы сталкиваемся и через которую приходят искушения. Это вожделение. И в 10 заповедях есть 10 заповедь. Не желай ничего, что у ближнего твоего. В одной стране для того, чтобы предотвратить кражи автомобилей, государство ввело такие законы, чтобы год выпуска автомобиля был выбит на корпусе автомобиля. Вероятно, это снизило кражи, но что произошло, через несколько лет этот закон пришлось отменить. Почему? Потому что нормальный человек, оказывается, не может спать спокойно, когда он знает, что у его соседа машина, и там циферка побольше, то есть машина поновее. И люди, нормальные люди, влезают в непомерные кредиты, которые не могут выплатить только для того, чтобы было не хуже, чем у соседа. Чтобы было как у людей. Вот новая модель. И пришлось отменить этот закон, и в вашей стране, в нашей стране нет такого, что год автомобиля можно определить по внешнему вену. Не напечатан. Вот такие люди, вот это вот желание, даже не обязательно зависть, но вот эта вот хотелка, она на иврите Теова, и она действительно осуждается. И самый крайний пример вот этой вот хотелки, которая съедает человека, что надо мне приобрести, крайность, это, крайний пример, это Аман из книги Эсфирь. В главе третьей книги Эсфирь, в девятом стихе, написано, что он потратил 10 тысяч талантов серебра, я переведу на русский язык, это около 112 миллионов долларов стоят сегодня вот эти 160 тонн серебра. И он все это потратил только для того, чтобы увидеть, как Мардыхай перед ним кланяется, если не кланяется, то истребить всех израильтян. Он сказал так, вот у меня есть виноградники, вот у меня есть сады, имения, и все это для меня ничто, пока я вижу Мардыхая, который не кланяется. Вот это вот такая вот у человека есть хотелка, желание. И ее надо контролировать. И как ее контролировать? Мы пишем бюджет и смотрим, куда наша хотелка нас тянет. Сегодня люди, тогда в библейские времена люди не жили от зарплаты, от зарплаты, от урожая до урожая. Сейчас мы планируем нашу жизнь от зарплаты до зарплаты ежемесячно, или там в Штатах по неделю, каждую неделю человек получает зарплаты. И планирует все свои деньги в течение недели или месяца. Ага, когда заболевает, он идет к начальнику и просит, что он оформил больничный, получил больничный, почему он не отложил. Он идет в отпуск, у него не сохранены деньги на отпуск, он просит отпускные. И в конце просит, ждет от государства пенсию, которая, наверное, нарисуется. Теперь в библейские времена. Если у человека есть урожай, он планирует свой бюджет, как поделить этот урожай до следующего урожая. Представьте себе свой бюджет, что вам дали все деньги, которые вы потратите в следующем году. Большинство населения их потратит, да, не дожив до следующей зарплаты через год. Поэтому есть такое правило, дурак с деньгами быстро расстанется. Для того, чтобы потратить деньги с умом, нужны две вещи, сами догадайтесь, какие. Дальше. В книге Левит, 25 главе, 22 стихе. Давайте прочитаю, что происходит. 25 глава с 3 стиха. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезай виноградник твой, и собирай произведения их. А в седьмой год, да будет суббота покоя земли, суббота господня, поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай. 22 стих. И будете севить в восьмой год, но есть произведения старые, будете до девятого года. То есть, люди спрашивают, ну и как же мы доживем вот эти три года до девятого года. То есть, седьмой не сеять, в восьмой и до девятого года. Бог говорит, что есть будете произведения старые урожая шестого года, доколе не поспеет произведение его будете есть старое. Иногда, в некоторых случаях, в библейские времена, человек получал все свои средства для существования на три года сразу. Вы можете составить свой бюджет с учетом всего, что вы получите на три года вперед. С расписанием всех трат, что и когда будет. Иногда это было трудно. В Израиле тоже бывал голод. Он никогда не происходил на седьмой, на шестой год. Никогда не приходился голод. В Израиле был голод. Но он никогда не... И люди могли, что в голодные годы проще поститься два раза в неделю, чем два месяца в году. Поэтому в православной церкви есть пост вторник и четверг. То есть, два раза в неделю поститься проще, чем два месяца в году. Как-то это все растянуть. То, что имеешь, растянуть. И имеется в виду, рассчитывается на то, что будет происходить в течение года. Чтобы в течение года было что есть. Вот такая история на сегодня. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»